Ку-ку, манамикос! Сегодня с вами Вакотум и играем в Space Engineers. И сегодня невероятно важный для нас всех день, потому что когда я на Хорайзене вышел из Варпа, я обнаружил много объектов, а именно планет. Луна, планета и еще парочку дополнительных планет, которые я вам показывать сейчас не буду. Вот видите, там Марсоподобная и еще какая-то непонятная. Ну что ж, мы этого долго ждали. Поэтому предлагаю возвращаться в кокпит, выходить с наших апартаментов и идти во вторую кабину. Спросите, а почему во вторую кабину Вакот? Потому что это все-таки планета, и с верхней кабины крайне неудобно видеть, куда мы садимся. Поэтому решение было мною принято. Что, дверь забыл закрыть? Нет, все закрыто. Спускаться. Так, гидрогена у нас достаточно. Что ж, мы будем отправляться. Какой красивый скринчик. Так, ну что ж, садимся. И эта музыка, эта музыка шикарная, она невероятная. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас есть. Нам главное войти в атмосферу. Я вообще хотел бы где-то на полюс сесть. Давайте посмотрим. Вот там полюс. Ну, по крайней мере, там может не полюс, но там у нас зимний биомчик, который мне, собственно, и нужен. Поэтому, сейчас мы будем садиться куда-то в ту сторону. Так, набираем скорость максимальную и выключаем инерцию. Потому что топливо нынче дорогое. Не хотелось бы было его просрать. Так, скорость максимальная. Выключаем инерцию. И потихоньку идем. Я думаю, это будет довольно долго. Поэтому, пока что, есть время настроить наши группы. Так, ласты мы добавили. Что еще нужно? Стоп. Стоп, 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 стоп. Ласты есть. Ласты. А где же липкие блоки? Потому что я почти уверен, что я их добавлял в панель управления. Магниты назвал их. Нет? Нет. Ну что ж, ладно. Придется их... Давайте Surface. Нет, не так. Давайте, вот где-то так должно быть. Хм. Не помню, как они называются. Хоть убейте меня. Ну вот, они у нас висят на этих штуках. Давайте выйдем из кокпита. И попробуем посмотреть, как они называются. Они называются Surface Lock. Хорошо. Давайте их попробуем найти. Т. К. Слушайте, непонятно. Хм. Нету их. Хоть убейте. Нету. Ну, значит, это судьба. Эти, кстати, очень странные, потому что раньше они были. Так, у нас уже видно наша высота. Наша высота резко начинает падать. 34 километра. Ох, чувствую, падать мы будем долго, ребятки. Ох, долго будем падать. Так что я, наверное, немножко вам скипну, чтобы уберечь вашу психику от столь невероятно интересного полета. Хотя, черт его знает, может и интересно. Также хочу вам сразу сказать, что проседает оно довольно неплохо. Я там пару раз потестил. И мой FPS проседает, ну, довольно-таки знатно. Поэтому у меня сейчас в настройках графики все очень грустно. Почти максимально низкий. Ну, черт его знает. Посмотрим. Может быть, я потом повышу. Либо куплю новую видеокарту. Ладно, шучу. А может, и не шучу. Еще не решил. На самом деле, было бы неплохо купить новую. Там 980 или 970. Ну, это все будет. Думаю, к Новому году себе подарю такой подарочек. Ну, что ж. А пока скипаем. Уже прогресс 25 километров. Ну, на самом деле, не очень-таки прогресс. Но все же прогресс. И, скорее всего, мы не долетим до зимнего биома, до полюса. Потому что я хочу, очень сильно хочу в зимний биом. Но, видать, не судьба. И нам придется приземлиться все-таки в пустынном биоме. Потому что это, скорее, больше похоже уже на падение, чем на какой-то полет. И хоть бы все-таки двигателей хватило. У меня два двигателя и шесть маленьких. И я не уверен, что мне их хватит, чтобы поднять эту махину. Хотя, время покажет. А пока пауза. Да, мне это нравится. Определенно. Ну, что ж. Если раньше мы все еще летели прямо, то сейчас мы уже просто падаем. И это нельзя называть никак, кроме как падение. Ну, что ж. Мы уже проходим тучи. Высота 10 тысяч метров. Это примерно высота полета Боинга. Ну, или пассажирских самолетов на земле. Так. Я думаю, в принципе, можно посмотреть вообще, как работает. Так, вообще, давайте посмотрим, сколько у нас еще. А, гидрогена, слава богу. Еще дофига. Так что можем потихоньку выпрямляться. Включаем гасители. Чувствую, не хватит. Наши двигатели не смогут. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, смогите. Скорость не падает. Скорость ни капельки не падает. Наши двигатели не смогут. Ни при каких условиях. Ни при каких условиях не смогут. Так, 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 так. Выпускаем шасси. Может, хоть как-то смягчим. Нифига. Оп, 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 оп. Слушайте, а он оказался крепче, чем я думал. Все-таки тяжелая броня делает свои эти. Оп, 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 оп. Чш-чш-чш. Хороший, 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 тсш. Чш-чш-чш. Так. От этих, конечно, уже ничего не осталось. Выключаем двигатели. Фух. Мы выжили. О, нет, 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 нет. Тихо, 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 тихо. Включаем обратный ход. Обратный ход. Блин, мы на краю пропасти. Нужно попробовать как-то так. Нет, нет. Нужна какая-то опора. Давай, давай, давай. Все. Пожалуйста, застрянь, застрянь. Нет, нет. Нет. Нет, нет, нет. Стой на месте, стой на месте. Пожалуйста, ты сможешь. Нет, 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 нет. Нет, пожалуйста, нет. Все, застрянь, 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 застрянь. Ну, в принципе, он упадет. У нас дырень в корпусе просто бешеная. Да просто застрянь. Да просто застрянь. Так, хоть воздух теперь не нужен, но... Я забыл, как включать... Икс, 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 икс. Так. Хорошо. Он все еще двигается? Нет, мы зависли. Это хорошо. Ну, как хорошо? Это не хорошо, но просто у нас других вариантов пока что нет. Все, у нас закончился. Ну, давайте включим хотя бы... Электропитание, чтобы мы могли восстановиться. А мы здесь восстановимся. Блин. Ладно. Давайте попробуем починить это. Это все. Да, мранец тут, конечно, жестко. Блин, это был рефайнери. Слушайте, это был рефайнери. Твою мать. У нас сейчас могут быть очень серьезные проблемы, потому что если у нас не осталось ресурсов... Хотя все ресурсы в кораблях. Ну, что, попробуем выйти. Ну, что ж, давайте. Оп. Мы вышли. Корабль свисает. Мы живы. Какая-то саванна. Так. Так. Да, хорошо, что я сделал из тяжелой брони. Это, считайте, нас спасло. Слушайте, эти штуки все-таки сработали. Тут мы следим на этих. Правда, вот эта штука все-таки отломалась. К сожалению. Нет, 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 пожалуйста, не упади. Нет. Слушай, стой, стой, стой. Блин, мы все равно туда залезть не можем. Да, слушайте, я как-то не продумал я как-то. Я даже не знаю, как тебе туда залезть. Что-нибудь придумаем. Но это круто, ребятки. Давайте попробуем хоть осмотреться, как оно здесь снаружи. Блин, планеты круто. Я сразу же скажу, что я поставил силу текстур, точнее, густоту растительности на среднюю, потому что слишком много. Все, слушайте, давайте посмотрим снаружи. Вот мы, и вот наш кораблик. Наверное, сжирает сейчас этот топливо, как этот. Нет, слушайте, топливо он не трогает. Наши корабли в порядке. В порядке, но нам невозможно туда добраться. И это есть проблема. Ну что ж, ладно, возвращаемся в тело. Блин. Как бы так сделать, как бы так запрыгнуть туда? Ладно, ладно. Да, таких проблем у меня еще не было. Интересно, мы хоть сюда можем запрыгнуть? Нет, не можем. Совсем не можем. Может хоть сюда? Опа, никак, никак. Даже на движок запрыгнуть не можем. Ну что, что-нибудь придется придумывать, в любом случае. Но я думаю, что мы это будем делать в следующей серии, потому что... Потому что так и надо. Нужно как-то зарабатывать лайки и просмотры, поэтому ждите. Она будет совсем скоро, надеюсь. Потому что лишь бы у меня на выходных не было кучи дел. Так что, ребятки. Мы с вами над пропастью. А пока, спасибо, что смотрели. Всем удачи, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, как я уже говорил, всем удачи, ребята. И адиос. Субтитры сделал DimaTorzok